Техническое описание кода неисправности OBD2, управление бегунком впускного коллектора застряло в открытом банке 2 Что это значит? Этот диагностический код неисправности, DTS, это общий код трансмиссии, который означает, что он применяется ко всем более новым автомобилям 1996 года, Mazda, Ford, Dodge, Jeep, Kia и т.д. Несмотря на общий характер, конкретные этапы ремонта могут отличаться в зависимости от марки, модели, сохраненный код P2005 в автомобиле, оборудованном OBD2, означает, что модуль управления трансмиссией PSM обнаружил, что исполнительный механизм привода направляющий впускного коллектора IMRS для блока цилиндров двигателя 2 застрял в открытом положении, банк 2 обозначает, что проблема возникла в банке двигателя, которая не содержит цилиндр номер 1 Система IMRS контролируется PSM для управления и точной настройки воздушного потока, который поступает в нижний впускной коллектор, головки цилиндров и камеры сгорания, электромагнит управления бегуном открывает, закрывает металлические заслонки, которые плотно прилегают к впускному отверстию каждого цилиндра Клапаны бегунка прикреплены болтами к тонкому металлическому стержню, который проходит по длине каждой головки цилиндров и через каждое впускное отверстие, все закрылки можно открывать одновременно и одним движением, но это также означает, что все закрылки могут быть выведены из строя, если один из них застрял или закрепился Привод IMRS прикреплен к штоку с помощью механического рычага или шестерни, в некоторых моделях используется привод с вакуумной диафрагмой, электронный соленоид, управляемый PSM, регулирует вакуум на впуске исполнительного механизма IMRS в системе этого типа Вихревой эффект создается путем направления и ограничения воздушного потока при его втягивании в двигатель Исследования показывают, что эффект завихрения помогает более полно распылять смесь воздуха и топлива, более тщательное распыление помогает снизить выбросы выхлопных газов, повысить эффективность использования топлива и оптимизировать работу двигателя Автопроизводители используют разные методы IMRS, проконсультируйтесь с источником информации о вашем автомобиле AllData DIY подойдет, чтобы узнать особенности системы IMRS, которой оснащено данные транспортные средства Теоретически, полозья IMRS частично закрыты в условиях пуска, холостого хода и полностью открыты при открытии дроссельной заслонки Чтобы убедиться, что привод IMRS работает нормально PSM контролирует входные сигналы от датчика положения направляющей IMRS, датчика абсолютного давления в коллекторе MAP, датчика температуры воздуха в коллекторе, датчика температуры воздуха на впуске, датчика положения дроссельной заслонки, датчиков кислорода и датчик массового расхода воздуха MAF, среди прочих По мере того, как данные о управляемости двигателя вводятся в PSM и рассчитываются, PSM контролирует фактическое положение заслонки бегунка и корректирует его соответствующим образом Замес ли PSM не видит достаточно значительного изменения температуры MAP или воздуха в коллекторе В соответствии с желаемым изменением положения заслонок приводом IMRS, будет сохранен код P2005 и может загореться индикатор неисправности Многократные циклы зажигания с неисправностью привода IMRS часто требуются для освещения ML Симптомы симптомами кода P2005 могут быть, снижение производительности двигателя, особенно при низких оборотах в минуту, снижение эффективности использования топлива, причиной помпажа двигателя Возможные причины для этого кода двигателя, неисправный блок 2 электромагнит привода исполнительного механизма IMRS, слабые или обвязочные направляющие впускного коллектора на блоке 2 Неисправный блок 2 датчик положения направляющего элемента впускного коллектора обрыв или короткое замыкание в блоке 2 Цепь управления электромагнитным клапаном исполнительного механизма IMRS Неисправный датчик MAP Разъеданный исполнительный механизм IMRS Поверхность разъема соленоида Диагностика и ремонт Для диагностики кода P2005 потребуется диагностический сканер, цифровой вольт, ометр, DVOM и надежный источник информации о транспортном средстве, такой как All Data DIY Перед тем, как приступить к диагностике, проверьте бюллетени технической поддержки, TSB, на предмет конкретных симптомов, сохраненных кодов и марки и модели автомобиля Если соответствующий TSB находится, информация в нем может помочь вам в диагностике P2005 в вашем автомобиле Мне нравится начинать диагностику с визуального осмотра проводки системы и разъемов Кажется, что разъемы исполнительного механизма IMRS подвержены коррозии, которая может вызвать разрыв цепи, поэтому обратите особое внимание на них Затем я обычно подключаю сканер к диагностическому разъему автомобиля и извлекаю все сохраненные коды и данные стоп-кадра Я предпочитаю записывать эту информацию на всякий случай, если это прерывистый код Затем я очистил бы коды и провел бы тест драйв автомобиля, чтобы увидеть, сбрасывается ли код Если код сброшен, получите доступ к соленоиду привода IMRS и датчику положения бегуна IMRS Обратитесь к источнику информации о своем автомобиле для получения рекомендаций по тестированию этих компонентов Используя DVOM, выполните тест сопротивления обоих компонентов Если привод или датчик положения не соответствуют рекомендациям производителя, замените неисправную деталь и повторно протестируйте систему Если сопротивление привода и сопротивление датчика соответствуют спецификациям производителя, используйте DVOM для проверки сопротивления и целостности всех цепей системы Чтобы избежать повреждения контроллера, отключите все соответствующие контроллеры перед тестированием, при необходимости отремонтируйте или замените замкнутые или разомкнутые цепи Дополнительные примечания по диагностике Проверка наличия замков IMRS соединенным от вала приводом Винты или заклепки, которые крепят заслонки к валу, могут ослабнуть или выпасть, что приведет к связыванию заслонок Углеродный кокс внутри стенок впускного коллектора может вызвать перекос Продолжение следует...